Что произошло совсем недавно, американский президент Дональд Трамп заявил о том, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В свое время, в 1987 году, этот договор фактически положил конец холодной войне, положил конец гонке вооружений. Тогда его подписали с советской стороны Горбачев, с американской стороны Рональд Рейган. Для Советского Союза это вот помимо того, что значительно снижало опасность военного столкновения с западным миром, еще и была такая серьезная экономическая передышка. Согласно этому договору уничтожались все ракеты баллистические и крылатые наземного базирования, способные преодолевать расстояние от 500 километров до 5000 километров. При этом страны еще и США и Советский Союз обязывались не испытывать новые ракеты, не производить их и вообще не заниматься чем-либо, что могло бы привести к появлению новых ракет вот именно такого типа средней и меньшей дальности. Для Советского Союза, как я уже говорил, это было существенным еще экономическим подспорьем, потому что он действительно надрывался из-за вот этой вот гонки вооружений, экономика его была подорвана. В Советском Союзе действительно клепали танков, пушек и ракет, наверное, больше, чем сковородок и кастрюль. Во многом, кстати, именно вот этот вот надрыв экономический во время гонки вооружений и привел к распаду Советского Союза не только, конечно, это не единственный фактор, это лишь один из множества этих самых факторов, которые в итоге привели к крушению советской модели, экономической, политической, идеологической, какой угодно. Но, тем не менее, вот эта неспособность и дальше конкурировать на равных с западным миром в производстве вооружений, наращивать все новые и новые расходы на эти самые вооружения и привели к тому, что Союз в конечном итоге распался. Теперь же Трамп заявляет о том, что этот договор больше не будет действителен, что США выходят из него. Кстати, Великобритания сообщила, правительство Великобритании сообщило, что тоже вслед за Соединенными Штатами Америки не будет считать себя обязанным придерживаться каких-либо ограничений, связанных с производством ракет средней и меньшей дальности. При этом американский президент заявил о том, что в выходе США из этого самого договора виновата Россия. Еще в 2014 году стало известно, американская разведка это выяснила, что Москва активно работает над ракетой, которая проходит под условным названием «Новатор», который, в общем, подпадает под запрет, который в этом самом договоре о ракетах средней и меньшей дальности включен. По данным американской разведки шли уже испытания в 2014 году, уже не просто там разрабатывалась эта самая ракета, а шли испытания этой ракеты наземного базирования. Но в 2014 году европейские партнеры убедили американского тогдашнего президента Обаму не выходить из договора, не разрывать его по той простой причине, что боялись, что односторонний выход США из этого соглашения окончательно развяжет руки Москве, что она пойдет на какие-то шаги, которые подорвут вообще безопасность в мире в целом. Ну, это достаточно, в общем, были такие наивные предположения, потому что тогда уже Россия и Крым оккупировала, и войну на Донбассе развязала. И странно было бы предполагать, что если она какие-то одни соглашения, например, с Украиной двусторонние нарушила, то почему бы ей придерживаться каких-то других соглашений, не пытаться их обойти, не пытаться их нарушить и так далее. Ну, вот теперь Трамп решил, что пришло самое время выйти из этого самого договора. Трамп сказал, что раз Москва его нарушает неофициально, то Америка поступит иначе, Америка официально из него выйдет, не считает себя обязанным его соблюдать, так как вот Россия, второй участник этого соглашения, наплевал на свои обязательства, то почему США должны их соблюдать. В России, естественно, уже на это отреагировали, уже есть заявление Кремля о том, что Россия все, что можно, соблюдает, и что все те ракеты, которые производятся, испытываются или проектируются в России, они не нарушают никаких условий соглашения, что американцы, как обычно, все перепутали. Вот Песков, например, об этом заявлял и так далее. В Москву приехал спецпредставитель президента США Болтон, Путин какой-то, значит, очередной бред нес по поводу того, что это, значит, Америка теперь такой ястреб, а Россия вся из себя распрекрасная страна и предана всецело делу мира и так далее. И при этом еще и Путин припугнул новой холодной войной, новой гонкой вооружений. Давайте небольшой справочный сюжет о том, что же из себя представляла та старая холодная война и продолжим дальше о том, к чему же может привести новая гонка вооружений и какие последствия она может иметь для всего мира. Холодная война. Общепринятый термин, которым описывают десятилетия идеологического противостояния между социалистическим лагерем и западным миром. Автор словосочетания «Холодная война» британский писатель Джордж Оруэлл, создатель антиутопии «Скотный двор» и «1984». Причем термин этот он ввел в оборот еще за несколько месяцев до резкого охлаждения отношений Москвы и западных столиц осенью 1945-го. А уже весной следующего, 1946-го года, британский премьер Уинстон Черчилль заявил, что советам нельзя позволить заполучить атомное оружие и вообще необходимо добиваться полного превосходства Великобритании и Соединенных Штатов Америки над СССР в оружейной сфере. Именно это заявление, сделанное 5 марта в Фултоне, считается официальной датой начала Холодной войны. От громких слов оба лагеря вскоре переходят к делу. Уже в 1949 году создается военно-политический блок НАТО, в который тут же входят почти все европейские государства, оказавшиеся по итогам Второй мировой, вне зоны советского влияния. Москва в ответ вскоре формирует так называемую Организацию Варшавского договора – объединение соцстран под предводительством Советского Союза, которые должны выступить единым фронтом в случае начала войны в Европе. Собственно, большой европейской войны между соцлагерями с Западом удалось избежать, но в других частях света противостояние двух идеологий приводило к перерастанию Холодной войны в горячую фазу. В первую очередь речь идет о войнах в Корее и Вьетнаме, где американской армии и местным прозападным силам противостояли местные коммунисты, поддерживаемые и спонсируемые Москвой. По похожему сценарию – поддержка Западом одних сил, а Советским Союзом других – развивалась и Афганская война, ставшая последним затяжным кризисом войны Холодной. С приходом к власти в СССР Михаила Горбачева во второй половине 80-х годов отношения между Западом и соцлагерем начинают улучшаться. Волна мирных и не очень революций в Восточной Европе хоронит сперва Варшавский договор, а затем и СССР. В 1991 году соцлагеря уже не существует, и Запад объявляет себя победителем Холодной войны. В 2000-х в США даже начинают вручать медали за победу в Холодной войне, правда, не признанные в качестве официальных наград в большинстве штатов. И всюду, кроме Луизианы и Аляски, считающиеся лишь сувенирными. Вот, кстати, о Холодной войне. В конце этого сюжета было сказано о том, что Запад победил в этой Холодной войне, объявил себя победителем. Это вполне закономерно, потому что как минимум развалился Союз и как максимум развалился соцлагерь, и социалистическая идея была маргинализирована максимально. И Путин, когда объявляют о том, что это может стать началом новой Холодной войны, фактически должен отдавать себе отчет, что у России сейчас в условиях западных санкций, введенных им самим антисанкций, чудовищного бегства капиталов и мозгов из страны, ну, фактически нет шансов на победу в новой Холодной войне, что это, в общем, будет такое же поражение, как и в той Холодной войне, которая похоронила Советский Союз. Это будет крушением, ну, вот уже нынешней современной России, та Россия, которая была Советским Союзом и уже в прошлое, уже ушла в прошлое, и Россия нынешняя может повторить ее судьбу. Отдает он себе в этом отчет? Судя по всему, нет. Судя по всему, он действительно не понимает, он действительно не совсем дружит с реальностью. Напомню, еще в 2014 году, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о том, что, по ее мнению, Путин живет в каком-то своем вымышленном мире. На самом деле, вот еще в 2007 году Путин, по некоторым сведениям, просил американцев разорвать этот самый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сегодня, по неофициальным данным, делал он это для того, чтобы иметь некий запас вооружений на случай конфликта с Китаем. Вот нечего было противопоставить Путину Китаю, поэтому он хотел возобновить производство ракет крылатых или баллистических с дальностью поражения от 500 до 5000 километров. Но тогдашний президент США Джордж Буш на этот разрыв не пошел, сказал, что договор остается в силе и обе стороны должны продолжить его строго соблюдать. Вероятно, после этого в России как раз втайне начали разрабатывать все вот эти вот ракеты, в том числе ракету «Новатор». Но что самое интересное, сейчас, после того, как американцы выходят из этого самого соглашения, у них тоже, оказывается, развязаны руки. Они сейчас уже готовы, по некоторым сведениям, работать над двумя новыми перспективными ракетами, совершенно нового типа, которые прежде не могли делать, как раз исходя из запретов, наложенных вот этим вот самым договором о ликвидации ракет. Что ж, это действительно похоже на возобновление гонки вооружений, причем заранее понятно, я напомню, что у Соединенных Штатов Америки военные расходы, только военные расходы превышают весь бюджет Российской Федерации, вообще весь, включая пенсии, которые постоянно крадут, включая расходы на бюджетников, включая расходы там на всю эту путинскую комарилью, все эти никому не нужные Верховные Советы Федерации, Государственные Думы, правительства и так далее. То есть Америка только на свои военные нужды тратит больше, чем Россия в принципе на все, что только может и не может. Поэтому более-менее заранее понятен исход этой самой гонки вооружений. Но интересно будет посмотреть, как она будет развиваться, какие она примет ходы и повороты. Америка.